Здравствуйте! Как работает комплекс дорожный пристав? Какие меры применяются к должникам и где хранятся арестованные автомобили? Об этом говорим. В нашей студии начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Александра Егошина. Александра Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите про этот комплекс дорожный пристав. Как давно он появился в Самаре и как он вообще действует? Аппаратно-программный комплекс дорожный пристав появился у нас в октябре. Совместное мероприятие с ГИБДД проводится с 13 октября. Дорожный пристав представляет собой камеру с металлическим корпусом, которая фиксируется на телескопической треноге. Данный аппаратно-программный комплекс позволяет в потоке машин выявить автотранспортные средства, принадлежащие должникам. В тот момент, когда выявляется такое транспортное средство, кто начинает действовать и какая роль судебных приставов в данной ситуации? Какие бывают случаи? Вы были уже в таких рейдах? Да, я принимаю участие в рейдах. Что из практики? Какие примеры? Как реагируют авторюбители, должники? Сотрудник ГИБДД останавливает транспортное средство. Данные передаются по радиостанции сотруднику. Сотрудник ГИБДД останавливает транспортное средство, проверяет документы. Далее подключаются судебные приставы, подходят к должнику, разъясняют о том, какие у него имеются задолженности. И предлагают оплатить данные задолженности на месте, через терминал банковской картой. Либо разъясняют о возможности ареста автотранспортного средства. А были случаи, когда машина арестовывалась сразу при остановке транспортного средства? В каких случаях? Да, безусловно. В случае невозможности оплаты задолженности на месте, либо отказа должника от оплаты задолженности, транспортное средство подлежит аресту и отправляется на специализированную стоянку под ответственное хранение. Если в машине находятся маленькие дети, или бывают разные житейские ситуации, когда человек неотложенно должен в больницу явиться и так далее, есть какие-то такие ограничения в аресте и так далее? У нас, безусловно, бывают такие случаи. Мы очень внимательно подходим к данным ситуациям, особенно если в машине находятся маленькие дети, так как должник все-таки... Ну, бывают, конечно, разные ситуации. Так как все-таки водитель является должником, мы разъясняем об аресте автотранспортного средства, о необходимости ареста. Но закон позволяет нам оставить на ответственное хранение данное автотранспортное средство должнику. Далее мы разъясняем также, что есть 10 дней у гражданина для обжалования наших действий, исключения из-за актописи ареста, либо оплаты задолженности. То есть в течение 10 дней у нас по результатам рейдов в течение 10 дней после составления арестов оплачена задолженность на сумму свыше 5 миллионов рублей. Более 30 транспортных средств вернулись гражданам, потому что требования исполнительного документа были исполнены. А суммы, за которые может произойти арест автомобиля, они какие? Это большие суммы? Допустим, если ты накопил 2000 долгов, это же не грозит арестом машины? Арест на имущество должника может быть наложен, если задолженность по исполнительному документу, более 3000 рублей. Да, сумма такая небольшая, значительно. Скажите, из практики, как часто автовладельцы сразу оплачивают через терминал долги, либо предпочитают через какое-то время оплатить? Если водители не желают превратиться в пешеходов, безусловно, долги оплачиваются. Оплачиваются разные суммы задолженности. Есть и кредитные задолженности, свыше 100 тысяч оплачивали задолженность на месте. Но в основном это оплачиваются задолженности до 30 тысяч. Это штрафы ГИБДД, налоги, оплачиваются на месте. А больше всего каких штрафов из практики, когда машина останавливается в этой базе? Сколько каких штрафов? Большинство? Ну, основной составляющей это налоги, налоговая задолженность и штрафы ГИБДД тоже в большом достаточном количестве. Кредитные платежи, услуги ЖКХ, то есть все задолженности. Как вести себя водителю, у которого арестовывается машина и отправляется на штраф в стоянку? Какой это механизм действий? Допустим, если он может оплатить сразу же или через какое-то время, как долго вообще может храниться машина на штраф в стоянке или где-то? Ну, то есть водителю разъясняются его права, как я уже сказала, что в течение 10 дней он может обжаловать наши действия. Кто платит за штраф в стоянку за эти 10 суток, получается? За штраф в стоянку ему придется оплатить. Это расходы по совершению исполнительных действий, они впоследствии будут взысканы с должника. Водителю разъясняется, что у него есть 10 дней на обжалование наших действий. Далее, в случае неоплаты задолженности и отсутствия заявления в суд об обжаловании направляется заявка на оценку данного имущества. Далее, имущество передается на реализацию в соответствии с законодательством. А были такие случаи, когда уже машина арестовывалась и дальше сбывалась, или как правильно сказать из вашей лексики? Ну, этапы реализации у нас еще не завершены по автотранспорту, потому что у нас данное мероприятие только с октября проводится. То есть у нас еще срок не истек для завершающих этапов реализации, но на оценку уже 40 транспортных средств отправились. И у нас также имеет место, что в течение 10 дней вот оплатили должники задолженности, более 30 машин, вернулись к гражданам, и исполнительные производства были окончены фактическим исполнением. А останавливается только личный автотранспорт? Либо это могут быть и маршрутки, где есть пассажиры, или какой-то другой транспорт? Ну что, останавливается транспорт, принадлежащий должникам. Это также могут быть любые автотранспортные средства и маршрутные такси, то есть любой автотранспорт, принадлежащий должнику. И не обязательно за рулем будет должник. То есть за рулем может быть любое лицо, но так как автотранспортное средство принадлежит должнику, и это транспортное средство значится у нас в базе данных, транспортное средство будет остановлено и арестовано. Да, часто, ведь за рулем действительно не владелец. Сколько случаев, когда родители передают детям управление уже, у них свои машины, у детей свои. И в такой ситуации как действовать, вот когда действительно за рулем не сам владелец, а должник, который копит, а может быть родители даже не знают, что вот... Безусловно, такие случаи тоже бывают. Мы предлагаем связаться с владельцем данного транспорта, но если данное лицо ездит на этом транспорте, то он и копит штрафы. Ну вот конкретно штрафы, допустим, они образовываются у лица, который ездит. Но в данном случае это водитель. Даже если он не является владельцем этого транспорта. Что касаемо других задолженностей, мы все-таки предлагаем связаться с владельцем транспортного средства. И все-таки выяснить причину задолженности, возможности оплаты задолженности. То есть вот таким образом. Чаще всего суммы, какие штрафов, долга, какие бывают? Вот вы сказали уже от трех тысяч до... Самая большая вот из вашей практики. Какие долги копятся? Ну, самая большая задолженность это миллион рублей. Также задолженности по налогам достаточно значительные. Мы останавливаем транспорты, задолженности по налогам значительные. И как решаются такие проблемы? Потому что понятно, что сразу миллион рублей, наверное, это проблематично заплатить, тем более если уже копился долг и долгое время. Транспортное средство подлежит аресту. То есть у нас арест на имущество должника в соответствии с статьей 80 Федерального закона об исполнительном производстве может быть наложен в срок, установленный даже для добровольного исполнения одновременно с возбуждением исполнительного производства. То есть мы также накладываем арест на этот транспорт и разъясняем должнику его права, возможности им воспользоваться. И в течение 10 дней он может погасить данную задолженность. Если говорить об эффективности работы комплекса, то в цифрах как-то можно это уже выразить? Есть какая-то статистика данная? Сколько он взимает долгов? Даже за сутки допустим? Вот. Нами уже проведено 11 рейдовых мероприятий. Взыскано нами более 10 миллионов рублей. Это через терминалы на месте, то есть должников. Арестовано у нас в ходе рейдов более 220 автомобилей на предварительную оценку по предварительной оценке свыше 57 миллионов рублей. То есть в день, вот если так прикинуться, то это больше миллиона рублей можно... Ну, в среднем за рейд мы получаем до миллиона рублей. Кроме Самары, такие рейды проводятся еще в других городах области? Есть? Будет такая практика? Да, данные рейды уже проводились на территории городского округа Новокуйбышевск, на территории городского округа Тольятти, в городском округе Чапаевск также проведены данные рейды. И еще планируется проводить... Продолжаем проводить на территории, в том числе и сельских районов, чтобы был охват территории наибольший. Да, как реагируют водители? Потому что были ли случаи, когда люди просто не знают о своих долгах? Такое вообще может быть? Ну, или где-то вот копится, но что такая сумма, вот они даже не предполагали. Или какие-то ошибки могут быть в системе? Ну, безусловно, такое возможно. Граждане не пользуются банком данных исполнительных производств, поэтому могут не знать о своих задолженностях. Мы разъясняем данную возможность. Вот как узнать о своих долгах? Вот если просто сказать всем, и просто и понятно, что нужно знать, и вот если вы хотите узнать точную сумму, то что нужно, какие действия? Ну, необходимо зайти на наш сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, официальный сайт, в разделе Банк данных исполнительных производств. Каждый гражданин может узнать о своей задолженности в целях избежания вот таких форс-мажорных ситуаций. Это касаемо и ареста, и ограничения на выезд из Российской Федерации. То есть желательно пользоваться Банком данных исполнительных производств. И вот минимальная сумма штрафа это 3 тысячи, после которой начинают вот такие вот уже взрослые меры, я бы сказал. Возможно наложение ареста на имущество, но при небольших суммах задолженности все-таки граждане стараются оплачивать задолженность. Мы вот предлагаем на месте оплатить, то есть граждане безусловно пользуются этой возможностью, во избежание ареста транспорта. Терминал, вы сказали, вот можно использовать терминал для оплаты, который там уже находится вот на месте остановки транспорта. Есть ли наличные средства, это же тоже все возможно, да, или только терминал? Потому что если терминал, то должна быть карточка, а если карточки нет у человека? Да, безусловно, мы разъясняем должникам, у нас даже пользуются тем, что переводят, друзья, знакомые, переводят денежные средства на карту должника и оплачивают через терминал. Наличные денежные средства мы не принимаем, только через терминал оплаты. производятся. Да, вот такое условие, еще тоже об этом нужно помнить. Существуют еще ограничения, это ограничение выезда. Скажите, какая статистика часто останавливают в аэропорту и запрещают выезд за пределы города по причине накопившихся долгов? Но... И как выходить из этой ситуации? Как долго продлиться может быть вот такой? Но сейчас таких случаев становится все меньше, граждане становятся более сознательно уже к этому подходят и перед вылетом за границу все-таки проверяют себя на наличие долгов. Снятие ограничения на выезд происходит в течение суток с момента вынесения судебным приставом постановления об отмене временного ограничения на выезд. То есть должники должны понимать, что они в случае оплаты ими за должности то есть сиюминутно это не произойдет. Ну, то есть в течение суток ограничение будет снято и гражданин сможет вылететь за границу. То есть уже на следующий день или даже через день получается вот так, да, или даже может быть больше из практики сколько это может продлиться? Ну, из практики бывает разное может и не на отдых лететь человек а вот нужно там. Ну, то есть до 24 часов происходит снятие ограничения и граждане должны помнить об этом. Что такое исполнительский сбор? Когда он применяется за что гражданин платит и можно ли этот сбор снять или как-то оспорить вернуть должнику? Исполнительский сбор это имущественное взыскание налагаемое на должника в случае неисполнения им требования исполнительного документа в срок установленный для добровольного исполнения то есть в пятидневный срок с момента уведомления если должник не исполняет требования исполнительного документа не производит оплату за должность либо не исполняет требования неимущественного характера указанное в исполнительном документе на него налагается исполнительский сбор исполнительский сбор может быть отменен только судом также снижен его размер предоставлена рассрочка в его оплате Только судом. Расскажите о том, как снимаются деньги за долги с карточек владельцев. Как это происходит? Всю эту схему. Потому что много слышишь, что только не успеют зарплату перечислить. И уже следующее СМС сообщает о том, что снята такая-то сумма за должность. Вообще, что это за механизм, за схема? И что нужно иметь в виду? При возбуждении исполнительного производства у нас направляются запросы в кредитные организации. На предмет выявления расчетных счетов за должником поступают ответы. Судебный пристав выносит постановление об обращении взыскания на денежные средства. И денежные средства списываются с расчетных счетов на депозитные счета структурных подразделений при их наличии. А сколько процентов может списаться? Есть какие-то ограничения? Допустим, на карточке всего какой-то минимум? Даже зарплата, если небольшая, то это же вся сумма. Какой процент идет на списывание? Списание, то есть взыскание с места работы. Если мы обращаем взыскание по месту работы должника, мы обращаем взыскание на 50% заработка должника. В случае взыскания алиментов с учетом задолженности можем 70% обратить взыскание на заработную плату. Когда происходит арест имущества? В каких ситуациях, при каких суммах задолженности? Арест на имущество должника может быть наложен в случае, если сумма по исполнительному документу составляет более 3000 рублей. Тогда может применяться уже арест. До данной суммы мы работаем с расчетными счетами должников, то есть путем списания задолженности с расчетных счетов. Арест на имущество должника может быть наложен в срок, установленный даже для добровольного исполнения. И далее должник уже может пользоваться своим правом исключением из актуописи ареста, обжалованием наших действий, либо оплатой долга. Вы сказали, что в течение 10 лет можно оспорить решение. 10 дней. Что-то долгое. В 10 дней можно оспорить решение. Какой механизм действий? Куда обращаться, чтобы оспорить? Вот остановили тебя. Должник может обратиться с жалобой, как в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу, либо в суд. Обжаловать действия судебного пристава исполнителя. Проводите ли вы личные приемы граждан, которые обращаются как раз для того, чтобы оспорить какие-то решения, или может быть по каким-то другим вопросам, или как часто это происходит? Прием личный я осуществляю в обязательном порядке. На личный прием ко мне можно попасть ежедневно. По любым вопросам, касаемым исполнительного производства, граждане могут попасть ко мне на личный прием. Из вашей практики на что чаще всего жалуются, обращают внимание те, кто к вам приходит? Какие вопросы, проблемы возникают? Ну, чаще всего проблемы возникают, вот как вы только что сказали, это списание с расчетных счетов должников, также какие-то недоработки у судебных приставов исполнителей по исполнительным документам, различных категорий буквально. Это и алименты, и кредитная задолженность, то есть любые категории задолженности по всем категориям обращаются. Если проследить статистику роста задолженностей, то где она возрастает, в каких направлениях? По ЖКХ, ГИБДД, или может быть кредитные задолженности по ипотеке? Какой сейчас рост идет? Безусловно, сейчас возрастает задолженность по кредитам. Вообще у нас в управлении поступление исполнительных документов в этом году значительно увеличилось в сравнении с прошлым годом. И также сумма, подлежащая взысканию, увеличилась. Есть ли такие случаи, когда гражданин лишается своего жилья за долги? И в каких ситуациях такое решение принимается? Взыскание на единственное жилье должника обращено быть не может, если квартира является единственным жильем. Взыскание на жилье обращается в том случае, если исполнительный документ содержит требование об обращении взыскания на заложенное имущество, то есть это задолженность по ипотеке. То есть задолженность по ипотеке уже изначально обеспечена данным жильем и в любом случае обращается взыскание на данное жилое помещение. Но если это является единственным жильем должника, обращено взыскание на него быть не может. Что бы Вы посоветовали, чтобы не доводить ситуации до таких вот крайних мер, до ареста и имущества, и автомобильного средства, и так далее? Как все-таки нужно действовать, когда ты понимаешь, что долги уже копятся, может быть, не в таких больших суммах? Ну, я бы рекомендовала гражданам пользоваться банком данных исполнительных производств, чтобы узнавать о своих задолженностях, являться к судебному приставу на прием по вызову, не уклоняться от явки на прием, дабы не попасть в категорию разыскиваемых должников. А вот с какого момента человек становится гражданин разыскиваемым? Это что подается прямо информацией в органы? Если должника невозможно установить по последнему известному месту жительства, должник может быть объявлен в розыск, заведено разыскное дело. И есть еще такое мнение, что какие-то долги через какое-то определенное время могут списываться. Разве эти мысли, какие долги могут действительно списать, а какие уже придется в любом случае платить? В случае отсутствия у должника имущества, денежных средств на счетах, исполнительное производство, возможно, может быть окончено без исполнения, но это не препятствует повторному предъявлению данного исполнительного документа взыскателям. Понятно. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова